Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Одинцовской лингвистической гимназии, которую посетила делегация из Германии. Сегодня мы встречаемся с ребятами, с педагогами. Здравствуйте! Здравствуйте! Конечно же, и с одной стороны гости у нас, а с другой стороны принимающая сторона Ирина Юрьевна. Расскажите, об этом мероприятии проходит в течение недели. Ребята посещают уроки, ребята выезжают на различные мероприятия. Как вообще завязалась эта дружба, с чего все началось? На самом деле это проект, который длится уже два года, потому что в 2016 году к нам приезжала делегация из Московского государственного областного университета, в состав которой входили руководитель Центра немецкого языка и немецкой культуры МГУ и представитель Баварского государственного университета ранней педагогики господин Нагель. И, пользуясь случаем, мы обратились к ним за помощью, попросили найти нам партнерскую школу в Германии, где бы изучали русский язык. Как оказалось, это не так просто, потому что русский язык изучается не в каждой школе. И, тем не менее, к нам пришло официальное письмо из гимназии, из города Эрдинга, гимназии имени Корбиана Айгнера, с предложением о сотрудничестве, об организации обмена. После этого мы посетили гимназию с деловым визитом, познакомились с администрацией, познакомились с Кристиной Вебер, которая была радостно откликнулась на наше предложение. Ну, Кристин, кстати, является преподавателем русского языка. Да, в гимназии. И после этого были достигнуты договоренности о том, что мы можем приехать с нашими ребятами. Вот, и так началась, в общем-то, программа обмена, логичное продолжение которой мы наблюдаем сейчас в течение недели уже в нашей гимназии. Наши ребята отправились в Германию, а теперь вы встречаете гимназистов из Эрдинга. Да, в гимназии, да. Давайте спросим, конечно же, Кристин. Спасибо. Мне бы хотелось, чтобы в самом начале нашей беседы вы поделились впечатлениями. Вы приехали в Россию. Я знаю, что для вас это была очень долгожданная поездка. Ну, да, конечно. А у нас очень хорошее впечатление здесь. Все просто замечательно. Но мы были на экскурсии. Мы здесь в школе. Мы были на уроках. Мы вместе пели песню русскую. Мы танцевали вместе. Но мы тоже играли старые русские игры. А это мне очень понравилось. Ну, как городские. Да. Потому что это, ну, очень особенный спортивный парк. А вот этот у нас в Баварии нет. Чему вам удалось научиться за это время? Ну, мне лично, может быть, тоже некоторые новые слова. Ребята тоже выучили некоторые новые слова. Они всегда хорошие, надо сказать. А, конечно, мне тоже очень интересно, ну, все в школе, все выступления. А как все происходит здесь в России, а что у нас может быть... Но все-таки вам понравилось, да, вот то, как устроена наша система образования. Как учатся наши дети. Потому что я знаю, вы посетили и бывали на уроках, которые проходят и в начальной школе, и в среднем звене, и вы были в спортзалах. То есть везде, везде, везде абсолютно полный охват. Да. Ну, мне кажется, что иностранные языки и математику, в принципе, тоже преподается, как у нас. Да. Но у нас в школе, у нас нет млячей. Значит, мы, ну, мы говорим, что они очень сладкие. Я не знаю, если можно так сказать. Мы их съем. Вы являетесь преподавателем русского языка в Германии. Вот вообще, насколько популярен этот язык, как охотно дети его изучают, насколько им действительно интересна культура нашей страны? Ну, к сожалению, в Паварии русский язык очень редко преподается. А русский язык у нас в школе не главный предмет. Это только выборный предмет. А у нас в школе учатся 1200 учеников, а только 15 из них занимаются русским языком. Это очень шаг. А мы очень надеемся, что как-то мы вернемся и все расскажем, будет больше интерес. Но все-таки, наверное, интерес появился больше после того, как ребята непосредственно приехали сначала в марте к вам, ведь они тоже находились в вашей школе, они тоже общались с вашими гимназистами, делились какими-то своими впечатлениями. Ну, мне кажется, что им тоже очень понравилось у нас в Паварии. Мы тоже были на экскурсиях, и мы пели вместе. У нас был проект «Карта России» вместе. Мы были в пивном заводе, мы тоже занимались полингом. Что еще? Мы приготовили паварский ужин, они были на уроках. Ну, в принципе, как здесь. Когда приехала делегация к вам в марте, как вы встречали ребят, насколько было для вас это важно и интересно? Нам очень понравилось, и было хорошо, что они приехали. Это первая делегация, которую вы встречали, или были уже делегации из других стран, которые также жили у вас? Откуда чаще всего приезжают к вам? С Америки много, из Англии, из Франции, из Италии, из Румынии, из Китая, из Пельгии. Очень много, да. Из России были впервые? Да. Как все проходило, Рит? Ну, мы их встретили на аэропорте, уже ждали много, контакт уже перед этим искали, уже переписывались чуть-чуть. И мы очень рады были их тоже так познакомиться. А волновались? Ведь вы не только должны были с ними познакомиться, вы еще должны были их забрать к себе домой? Да. Познакомиться со своими семьей? Да, но мы же знали, что они хорошие, и мы с ними писали, поэтому я тоже была как друзья. Какие впечатления от России? Ты впервые приехала сюда, в эту страну? Да, я впервые. Вообще по-другому. Мы в Эрдинге живем, там не так много людей есть. В Мюнхине больше, но сегодня не так много, как в Москве. И очень понравилось. А что понравилось, что поразило больше всего за эти дни? Это хороший вопрос. Трудно сказать, потому что все было так хорошо. Город просто другой и очень красивый. Всегда радуетесь, если мы можем туда поехать. Ну, помимо разных экскурсий, разных мероприятий, вы еще очень много времени проводили именно в гимназии. Как вам наша школа, как вам наши дети, как вам наши педагоги, как вот в целом впечатление? Все очень хорошо, классно, что школа нормальная, что она круглая, тоже очень красивая. И все очень приветливые, поэтому... А может быть еще ученики? Да, ученики такие хорошие все, и... да. И у нас есть зато малыши, да? Да, это так непривычно. Давай микрофон на Эрику. Привет, меня зовут Эрик, мне с 11 лет, я из Эрдинга, и я учусь в 12 классе. Мне очень нравится, потому что здесь красивая архитектура и привилевые люди. Молодец, Эрик, вообще молодец. У Эрика не было такой возможности изучать русский язык с рождения, как у Риты. Для тебя это новый язык, но вот насколько тебе действительно это интересно? Ты не можешь, как я, это сделать. И как ты думаешь, это сейчас? Почему не интересует ты? Это было через общение, это было бы предложено в нашей школе. И да Россия, как я, очень интересный город, я хочу, чтобы ты просто культуры и понимаешь, что страны. И так далее, и так далее, и так далее. Я уже раньше был очень интересен в России. И у нас есть семинар, который обмен. Поэтому он решился изучать язык или попробовать изучать язык. Воскресенье от страны, от Москвы, от Одинцова превзошли твои ожидания? Воскресенье, которые ты от Одинцова и Москва и так далее, были ли они вероятны или что-то другого? Москва становится гораздо больше, чем я думал. В Германии только 3 Миллиона страны, и Москва становится гораздо больше. Он сказал, что Москва очень большая и необычная для нас, потому что у нас там есть города, которые там 3 Миллиона, а Москва еще намного больше. Гораздо больше. Да, гораздо больше. То есть ты даже не мог себе представить, что не только Россия такая огромная, да? Один город какой величины? Нет. Ты не можешь себе представить, что Москва, как Россия, как Россия. Да, именно. Если Москва, как Россия, то это еще больше, чем Россия. Ты даже не можешь представить, что Москва уже такая большая, а какая большая Россия тогда? Эрик, как ты считаешь, в твоей дальнейшей жизни пригодится ли тебе знание русского языка? Что ты думаешь, если ты в будущем эти знания русского языка или нет? Я думаю, что это меньше. Я бы надеюсь, что больше. Если ты чувствуешь, то, что ты сможешь улучшить, то, что ты сможешь улучшить больше. Я думаю, что в Германии это не так важно. Но Москва – это не так важно. Если ты будешь работать, то это очень полезно. И это будет вам больше. И это будет вам больше. В Германии он не думает, что он больше поможет. Надо изучать язык лучше. Но если он в Москве, то он тоже не очень international. И тогда бы поможет. Для туризма и путешествия он тебе точно понадобится. Если ты скажешь, ну ты хочешь вернуться в нашу страну. И если ты вернешься в нашу страну? Да. Если я могу, то я вернусь в Россию. Может, потом в Санкт-Петербург и другие страны. Может, в Санкт-Петербург. Потому что это очень интересует меня. Потому что это очень много других культур, чем в Германии. Или в Европе. Он хочет еще раз в Россию, но может в Санкт-Петербург и другие города. Ирина Юрьевна, насколько важно для образовательного процесса вот такие, такая дружба, такие встречи, такие поездки. Ну, мы не питаем никаких иллюзий, да, в том, что за неделю пребывания, например, в Германии можно выучить или существенно повысить уровень своего немецкого языка. Но то, что повышается мотивация к изучению второго иностранного языка, это бесспорно. Потом такой опыт нельзя приобрести, допустим, в туристических поездках с родителями. Это совершенно другой социальный опыт, культурный опыт. И кроме всего прочего, мне кажется, что здесь даже во главу угла стоит понимание того, что обмен культурой, да, он обогащает и одну сторону, и другую сторону. Ты всегда становишься богаче, когда ты знакомишься с культурой другой страны. Поэтому, на мой взгляд, эта программа имеет для образовательного пространства обеих стран очень большое значение. Во всяком случае, я очень на это надеюсь, что все наши усилия, вот двухсторонние усилия со стороны Кристины и с нашей стороны, что они будут приносить большую пользу, в общем-то, нашим системам образования. За нашими спинами сейчас находятся плакаты, многочисленные на них фотографии. Это как раз-таки с поездки весенней, когда вы были в Германии. Вот как там все проходило? Какой она была? Ну, я вот хочу сказать, что нам, конечно, принимать здесь делегацию было уже проще, потому что мы уже понимали, что нам предстоит. Когда мы приехали туда, это был просто прыжок в неизвестность совсем и для нас, и для детей. Наверное, для Кристины в какой-то степени. Но когда мы летом готовили вот этот проект, он, безусловно, был подготовлен к приезду делегации, мы, в общем, окунулись в такие приятные воспоминания. Это прям вот захлестнуло ностальгия по этой поездке. Было очень много всего, было очень много впечатлений, начиная от школы, от встречи в аэропорту все было очень трогательно. Вот нас действительно очень ждали. Школа... Мы работаем и учимся в необычной школе, но школа в Германии нас тоже поразила. Во-первых, масштабом и очень большим. Во-вторых, оснащением. Совсем другой... Ну, вот есть хорошее русское слово – уклад. В каждой школе есть какой-то свой характер, да? Вот она другая, но очень интересная. Нас, конечно, поразил Мюнхен. Ну, не знаю, вот лично меня очень... Наверное, так же, как вот Эрика с Ритой «Москва» поразила, так же и мы себе как-то представляли Мюнхен, да? Но он оказался в реальности даже лучше, чем мы себе его представляли. Поездка потрясающая совершенно была в Альпы. Мы посетили несколько замков, среди которых Ноиш Вайнштайн, и это было очень интересно, конечно. И вот все время, прокручивая вот эти воспоминания, мы понимаем, что несмотря на трудности перевода, несмотря на сложности вообще всего процесса, потому что это сложные психологические, и физические сложности, несмотря на погоду, которая, надо сказать, не благоволила нашему обмену, потому что в марте в Германии было неожиданно холодно. В этот раз повезло больше. Да, да. Очень лавы и слезы. Солнце... Тем не менее, впечатления... Тем не менее, впечатления настолько большие, что мы ими жили еще целые полгода, вот ожидая приезда делегации. Самое главное, что хочется надеяться, что это не последний визит, это первый, но не последний визит, и наш Вердинг, и как бы наших партнеров Воденцова. В общем, я думаю, что это должно быть таким хорошим началом, дальнейшего, длинного пути. Очень хочется на это надеяться. Анастасия, ты была среди тех детей, которые в марте отправились в Вердинг. Как проходила поездка? Первый ли опыт был для тебя находиться за границей, жить в чужой семье, учиться в другой совершенно школе, где все говорят на совсем другом языке. Ну, это был очень-очень необычный опыт, и я очень благодарна нашей и их школе за такую возможность узнать таких необычных ребят, и как они живут, у них по-другому проходят уроки, у них другой ритм жизни, и это не лучше и не хуже, это просто, ну, вот как в Германии, по-другому. Это было очень классно, встретить девочку, с которой я жила. Мы с ней подружились, потом общались еще потом все эти полгода, и я была так рада, когда она ко мне приехала. То есть, были такие интересные экскурсии, и посмотреть архитектуру, какие-то очень важные места для них. То есть, это было, ну, так необычно, так интересно. С каким чувством встречали ребят вот в прошлую пятницу? Когда я увидела свою девочку, зовут Ханна, ну, просто мы, наверное, не заплакали, потому что я так по ней скучала, и как-то так хорошо учителя подобрали характеры у людей, что очень быстро вы узнали, как будто бы вы узнали друг друга всю жизнь. Ну, то есть, неважно, что вы говорите на других языках, из других стран, все, ну, мы настолько похожи, это было, ну, не знаю, я ее прям очень люблю. Понравился ли ей твой дом? Как встретила ее твоя семья? Чем ты ее угощала? Каждое утро они просят меня готовить блины. Это их любимая еда. Теперь они говорят, что хотят мой рецепт. Вот. Ну, они очень положительно отреагировали на Москву, они удивлялись всем развилкам, вот, всем дорогам огромным, огромным лесам. Вот этот вот вид ночной Москвы, когда они летели над ней, просто незабываемо. И им очень нравится наша школа, они говорят, что очень даже неплохо, они бы даже, ну, не отказались тут учиться с удовольствием. И им очень нравятся наши младшеклассники, они говорят, что они очень-очень милы. Ну, то, наверное, чего так не хватает вам. Они вот проходят прямо мимо сейчас и занимаются здесь с утра до вечера. Как ты считаешь, насколько это вот тебе дал какой-то новый толчок в развитии, возможно, вот мы говорили уже об этом в изучении, да, иностранных языков? Ой, ну, до этого я думала, ну, да, немецкий такой сложный, может быть, я его не доучу, там, до хорошего уровня. Но теперь я понимаю, что мне так нравится их народ и так нравится их культура, что нужно все-таки забрать волю в кулак и доучить этот язык до хорошего уровня, чтобы я могла спокойно, вот как Рита на русском, говорить на немецком, ну, дай бог. Вот, но и поэтому это такие поездки очень важны, наверное, чтобы понять, нравится ли тебе звучание языка, нравится ли тебе люди, которые говорят на этом языке, а то вдруг бы меня это очень сильно оттолкнуло, а произошло совершенно наоборот. Очень интересно, ты вот сейчас сказала про характеры. Ирина Юрьевна, действительно, вот как-то вот подбирали вы детей, вот как этот процесс осуществлялся? Или это вот все-таки была рулетка, случайность? Это очень интересная история, потому что перед началом программы обмена были составлены анкеты, где каждый описал свой характер, что он любит, что он не любит, чем увлекается, в какой семье живет. Анкеты мы передали Кристине, и распределение по семьям партнерским производила она. Когда мы приехали в Германию, мы с удивлением обнаружили, что лучше произвести вот это объединение просто невозможно. Каждая пара вот совпала настолько детей, что это просто удивительно. Как она это сделала? Она нам секрет так и не раскрыла. А мы сейчас давайте спросим, спросим. Кристин, как вам удалось так тонко прочувствовать вот каждую сторону и соединить ребят? Их уже полгода связывает такая тесная дружба. Ну, я очень рада об этом. Ну, в принципе, из-за этой анкеты мы знали, какие хопы у них, что они делают в свободное время, если есть животные в семье, сколько им лет и так далее. Русские ребята сказали, я, пожалуйста, хочу жить с кем-то, 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 может быть, три человека, а потом мы вместе выбрали самое лучшее. Значит, я это сделала вместе с учениками. И вы прямо... А нам удалось, мне кажется. Рит, как вот проходил этот процесс обсуждения? В родине я болела, но они мне... Значит, ну, я рытый. Да. Да, и там остались пару, они по WhatsApp писали. И, ну да, просто они видели, кто кому так хочет, просто они пару написали и попробовали. У тебя тоже вот сложились с твоей девочкой из нашей гимназии вот такие же отношения? Да, она тоже очень спортивная, я тоже спортом занимаюсь, поэтому это тоже уже было хорошо. И она такая приветливая и очень хорошая. Настя, я только что сказала, что полюбила Ханна блины, а вас чем угощают? Тоже. Мы тоже очень любим. Да, у нас тоже больше блины. Тоже. Каждый день спрашиваем. Рацион можно не спрашивать у всех блины. Да. Это точно. Арсений, ну давай, пришла очередь твоя делиться впечатлениями сначала от поездки в Германию, ну и, конечно же, от встречи с вашими друзьями. Ну, сказать то, что это круто, это ничего не сказать, вот на самом деле. Эта школа дала мне такую невероятную возможность поехать в Германию самому, без родителей, вот именно. И жить в чужой семье, по сути. Но эта семья за неделю стала мне уже как родной. И теперь мы с моим партнером Антоном, другом из Германии, который, мы с ним подружились. И он теперь говорит то, что он обязательно хочет вернуться в Россию. И не только один, а уже вместе с семьей или вместе с друзьями. Ну, твоя семья как приняла Антона? Готова ли она к приезду и к пополнению в своей семье? Вот такого образа. Конечно, мы ждем в любое время. И нам приятно то, что есть такие друзья не только в России, а и за рубежом. Потому что это очень важно в наше время. Тем более 21 век друзья. Я, конечно, понимаю, что программа очень насыщенная. Предусмотрено огромное количество мероприятий. Это не только обучение, но и посещение различных музеев и так далее, и так далее. Но вот ты, в свою очередь, что приготовил ты для Антона? Как вы проводите то совсем маленькое свободное время, которое у вас остается? Ну, у нас был один свободный день, когда мы сами выбирали, кто куда поедет, кто куда хочет. Антон очень увлекается космосом. Вот ему нравится Гагарин, вся эта тематика, да, он безумен. И мы поехали в музей космонавтики, а потом поехали в планетарий. И он очень это оценил, ему очень все понравилось. Он сказал то, что да, это очень хороший музей и все круто. Вот в завершение нашей передачи мне бы хотелось от вас несколько слов пожеланий вашим друзьям, но и всем ученикам Одинцовской лингвистической гимназии, и всем жителям нашего района. Я желаю всем, конечно, всего доброго, счастья, успехов. И потому что я учительница иностранных языков, я преподаю английский и русский язык. Я желаю вам много новых встреч с учениками и с учителями из разных стран. Я считаю, что это очень важно, как Арсений правильно сказал, и что дружба между народами очень важна для нас всех. Ирина Юрьевна, я так понимаю, что это начало. Впереди поездка во Францию в ближайшее время, ну и я думаю, что на этом все не закончится. Есть две программы стажировки и обмена. Да, стажировки у нас уже как бы вошли в привычное русло. У нас дети были во Франции несколько раз, в Англии, в Ирландии были. Вот, программа обмена, это все-таки немножко другое. На мой взгляд, она дает больше, чем просто языковая стажировка. Но да, такой маленький секрет. В октябре мы ждем делегацию еще из международного лицея из Франции. Ну, недалеко от Парижа находится. Тоже достаточно большая делегация. Ну, пока не будем загадывать, да, но надеюсь, что все будет хорошо. И ребята к нам приедут с 11 по 17 октября. Вот. А что касается этой конкретно программы, то я думаю, что даже если хотя бы два человека после недели, проведенной в Германии, недели, проведенной здесь, сохранят между собой дружеские отношения, доказывают, что все, что мы делали, не зря. Может быть, когда-нибудь их дети приедут тоже сюда в Одинцово, потому что родители им расскажут, как было здорово. А кто-то, может быть, из наших детей, да, съездят в гимназию города Эрдинг. Кто знает, ведь мир такой большой, все так необычно. Я очень надеюсь, что, как сказала Татьяна Викторовна, все будет alles good. А я согласна, совершенно согласна. Для дружбы нет границ и языковых барьеров, правильно? Да, точно. Спасибо вам огромное за интересную беседу. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока!